Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать вам историю о том, как молодой человек использовал деньги других людей в качестве продолжения истории о том, как богатые люди используют деньги других людей и надеюсь, что что-то будет полезно. Дело в том, что я рассказал в прошлый раз, что богатые и бедные люди используют деньги других людей по-разному и богатые люди используют эти деньги для того, чтобы стать богаче в самое-самое ближайшее время. И сейчас я расскажу историю о том, просто вымышленную достаточно во многом, но сами потом будете судить, насколько она вымышлена и насколько она реалистична. Смотрите. Итак, 90-е годы, самое начало, гайдаровские реформы уже начались и цены дико летят вверх. Что это значит? Правительство для того, чтобы не было социального взрыва, начинает печатать рубли. Рубль резко падает и все люди вкладывают деньги, естественно, как только их получают в доллары. Вот, рынок наполняется. Но все-все-все люди, которые грамотные более-менее, сначала самые грамотные, потом менее грамотные, потом вообще все, сразу вкладывают деньги в доллары. Один молодой человек, примерно моего возраста, предположим, да, он решил, что самый ходовой, да, и кто-то, так сказать, начинал торговать, потому что где-то там купил, значит, на опытовом рынке здесь продаешь, разница 30%. Все этим занимались. Процветала уличная торговля. Вот, на рынке все покупали, потому что, ну, магазины были традиционно, в общем-то, не очень. Вот, и этот молодой человек, он сообразил, что нужно вкладывать, во-первых, в доллары, а во-вторых, самый лучший товар – это доллар. Почему? Потому что, когда ты возишь какие-то телевизоры, это объемно. Возишь мебель, это объемно. Сигареты, это объемно. Алкоголь, это тоже объемно и затратно. А доллары всегда можно увезти в кармане, во-первых. Во-вторых, они влезают в чемодан достаточно в большом количестве и на большую сумму. И их можно быстро купить, быстро продать, не требуются склады и так далее. Вот, это во-первых. Во-вторых, он уже знал формулу сложных процентов. Об этой формуле я подробно рассказываю в видео о том, как растут деньги. Ссылку на нее вы сейчас видите в правом верхнем углу. Если нажмете, вы посмотрите это. Вот, там значочек И стоит. Вот, а он это прекрасно знал. О чем говорится в этом видео? О том, что для того, чтобы деньги росли, их нужно, самое главное, оборачивать. Но, в этом деле, самое главное, это скорость оборачиваемости. То есть, сколько оборотов, как быстро ты сделаешь от количества оборотов. Это самое главное, количество оборотов. Второе, по важности, это доходность с одного оборота. Там практически такая же зависимость. И меньше всего это зависит от начального капитала. То есть, смотрите, три пункта. Начальный капитал, доходность с одного оборота и количество оборотов. Вот. И, как правило, эти три пункта вместе не работают. Как правило, работают только два пункта. Ну, например, если вы покупаете, скажем, товар на рынке, на оптовом, продаете здесь, то у вас период оборота где-то, ну, там, 3-4 дня, например, да. Доходность с одного оборота 30%. Дальше вы можете эти деньги вложить снова в тот же товар и снова продавать с тем же... То есть, у вас один оборот будет там... Ну, если товара мало, то три дня. Если товара побольше, то там недели или две. Так вот, он смекнул, что люди, которые получают зарплату, они идут, естественно, в банк менять доллары, и поэтому лучше всего стоять там, вот, с одной стороны. А с другой стороны, люди, когда идут покупать товар какой-то, ну, они либо идут, значит, на рынок там или в магазин, выбирают товар, куртку, например, да, но они идут туда не с рублями, а с долларами, вот, потому что они всегда знают, что либо возле, на входе на рынок, или где-то возле магазина всегда есть мальчик, который стоит и который с табличкой куплю доллары, продам доллары, ну, и вообще все уже знают, что у него можно купить или продать доллары, вот. Вот, и в то же время, например, на рынке, да, люди торгуют, они наторговали, и куда они деньги девают? Они тут же моментально деньги конвертируют в доллары, потому что бешеная инфляция. Ну, а на оптовом рынке, естественно, все можно купить, и за доллары здесь проблем никогда не было. Вот, и он решил, что он будет, вот, именно заниматься куплей и продажей долларов. Здесь все очень просто. Я сам грешным делом несколько раз стоял с такой табличкой в те самые времена. Я и торговал на рынке, и покупал, и продавал доллары, потому что я это совмещал, мне, как бы, ну, это было достаточно близко. Вот, и принцип-то какой? Ты покупаешь, скажем, тысячу долларов и продаешь тысячу долларов. Разница между покупкой и продажей, например, один рубль, если курс, там, 60 рублей где-то за доллар, например, да, ну, там, один рубль, разница между покупкой и продажей, то купил тысячу долларов, продал тысячу долларов, заработал тысячу рублей. Здесь все просто, да. Вот, а дело в том, что за один день, вот, ну, например, на рынке, да, люди, которые идут покупать товар, они продают доллары тебе, но и тут же они же идут и, например, кто-то идет купить доллары просто, а кто-то, значит, потом, когда торговый день завершен, торговцы покупают у тебя доллары назад. И, ну, таких денег можно, значит, смотрите, ну, например, у тебя 500 долларов, да, всего на руках, и, скажем, в рублях та же самая сумма на 500 рублей, и ты покупаешь доллары, и тут же продаешь, покупаешь, продаешь, и таким образом в конце, например, дня у тебя те же самые 500 долларов и 500 рублей, и плюс разница та, которую, ну, которая у тебя есть. Вот, ну, обычно такие мальчики, которые стояли, они знали, где купить доллары подешевле, ну, на бирже, грубо говоря, тогда уже работала биржа, там тоже было все в черную, тогда вообще все было в черную, вот, и он решил, что это самая большая оборачиваемость, и, в принципе, это было правильно, и постепенно, и постепенно люди привыкли, что все деньги-то уже можно у него купить, и он постоянно просто стоял там возле Сбербанка, там, и покупал, продавал. Ну, как-то была зима, и мокрый снег валит, а ты стоишь вот тут такой под снегом, дождем постоянно, и смотришь на пункт обмена валюты, который есть, и думаешь, блин, а вот там тепло, там лучше. Это, во-первых. А, во-вторых, деньги-то он покупал, продавал свои, то есть он шел, у него, да, деньги, сказать, свои, значит, там, сколько-то долларов, сколько-то рублей, это маленькие деньги. И возникает у него мысль, да, и у него уже есть клиенты, которые постоянные, которые ему просто звонят на телефон и говорят, слушай, ну, вот мне нужно сейчас там 5000 долларов, так сказать, сможешь, ну, да, найду, вот он, так сказать, быстренько организовывает это дело. Вот, и думают, что я тут стою? Надо что-то делать иначе, думает он. И он решает просто пойти в банк тогда, для того, чтобы открыть пункт обмена валюты, надо было, ну, там, лицензия банка, то есть банк только имел открыть пункт обмена валюты. Он думает, дай-ка я пойду в банк и попрошу у них просто, вот, либо открыть пункт валюты, так сказать, либо, значит, как-то устроиться в банк начальником отдела или там, ну, как-то вот заведовать этим пунктом обмена валюты. Вот, и он, блестящая идея вот эта пришла, он приходит в банк, говорит, я хочу заниматься обменом валюты у вас. И он уже сидит в тепле, в окошечке, так сказать, там, ну, посидел немножечко сам, посмотрел, как это работает, у него телефон по-прежнему звонит, люди приходят, у него через окошечко, значит, он покупает, продает. Во-первых, все, значит, как бы, полиция к нему, милиция тогда была, не пристает, это во-первых, а во-вторых, ну, тепло, то есть он продает там же свои же деньги, те, которые его, и, кроме того, он может взять деньги у банка, деньги банка, и оборачивать деньги банка. И так как он оборачивает деньги быстро, скажем, ну, там, три, четыре, пять раз в день, как повезет, то в банк он может сказать, что, слушайте, вот я у вас взял денег столько, я там купил, продал, вот операции, с одного оборота выручку он дает банку, а еще с трех-четырех оборотов деньги он забирает себе. Это было, ну, все происходило в черную в те времена, здесь ничего такого, вот, и он такой, да, хорошая идея, вот, ну, он находит такой банк небольшой и устраивается туда, ну, сначала сам немножечко посидел, потом решил думать, а что это сказать, я стану начальником, давай я сразу там пять пунктов открою и буду крутить деньги банка, ну, в том числе и свои, и деньги банка тоже самое крутить, и часть оборота, а зачем свои уже крутить? Можно деньги банка крутить, но с нескольких оборотов денег банковских он дает деньги банку с остального себе, понимаете? И банку хорошо, потому что у банка прибыль от обмена валюты и ему хорошо, взаимовыгодное сотрудничество. А он умеет проконтролировать девушку, которая сидит, он знает точно, сколько она, уж он-то точно знает обороты, количество оборотов, девушка его вряд ли сильно обманет. Вот, поэтому он точно-точно знает, сколько денег получает, и смотрите, то есть, скажем, два оборота, с двух оборотов деньги он отдает банку, банк получает прибыль, с трех оборотов деньги получает себе, зато ни за что не платит. Он использует деньги свои или банка, он использует деньги банка, но при этом деньги банка крутятся, он использует их без процентов, естественно, и денег там намного больше, потому что он открывает сразу несколько пунктов, 10 пунктов по всему городу, прямо в торговых центрах, в магазинах где-то, так сказать, возле рынка он открывает деньги. А сам может уже с мальчиками, которые стоят возле рынков, тоже договориться о том, что, ребята, давайте вы у меня будете покупать доллары, а давайте вы мне будете сдавать доллары, я вам сделаю лучший курс. И он делает действительно лучший курс и так далее. И если раньше он оборачивал, скажем, тысячу долларов, то потом он начинает 10 тысяч долларов оборачивать в день, ну, скажем, за счет нескольких оборотов и так далее, да, и за счет денег банка 20 тысяч, 50, 100 тысяч в день, потому что много-много пунктов у него, и с каждого пункта что-то он лично имеет. И лично имеет, наверное, руководитель банка, почему нет, вот, наверняка, но в те времена вот так было. И банк-то маленький. Чем еще занимается банк? Ну, банк дает деньги там каким-то людям, своим знакомым, как правило, они, как правило, не отдают, вот. Вот, и у банка возникает очень неприятная ситуация, когда банк-то тратит деньги на аренду, на зарплату сотрудникам, там, на охрану какую-то и так далее. У банка не хватает денег, элементарно. То есть банку не вернули кредиты какие-то, и единственное подразделение, которое хорошо работает, это вот как раз обменка. И, ну, даже этих денег не хватает, ну, для того, чтобы кормить сотрудников. И банк созывает, председатель правления банка, и говорит, слушайте, ребята, у нас тяжелое положение, нам нечем платить деньги, я не знаю, что делать. И этот молодой человек говорит, председателю совета директоров банка, говорит, а давайте я, у меня есть деньги, я готов дать просто вам деньги, просто так. А в залог вы мне отдадите акции этого, вашего банка. Вот, ну, так и договорились, ну, значит, он поставил условие, что давайте, значит, акции мои, если вы в течение месяца не возвращаете этот долг, то, в общем-то сказать, акции становятся моими, я их переоформляю на себя, и банк становится моим. Ну, короче говоря, таким образом он купил банк. Банк. Зачем ему банк? Ну, во-первых, конечно же, теперь совершенно спокойно эти все пункты обмена работают на него, но у него круг клиентов, богатых клиентов. И он им говорит, слушайте, ребята, а давайте я вам буду давать не только, там сказать, покупать, продавать валюту, но я готов вам давать рубли. И в кредит на товары под залог товарных запасов, тогда это было, и уж я-то знаю точно, что вы никуда не денетесь, потому что, ну, мы друг друга хорошо знаем и так далее. И он понимает формулу сложных процентов, и он начинает давать деньги в кредит тоже этим же своим клиентам, которых он очень хорошо знает. А так как он на практике все это на морозе стоял, он прекрасно знает, как все работает, он прекрасно может все проконтролировать, поэтому держит все в жестких руках. И у банка под его руководством начинают расти доходы. И банк начинает расти, но это уже его банк. И дальше он продолжает это же дело, он находит другой банк, который точно так же разоряется. Он говорит, слушайте, ребята, я готов вам дать по той же самой схеме деньги, вам не хватает, пожалуйста, вот деньги, ну, верните, пожалуйста. А деньги я готов вам дать просто так, ну, под залог акций. Ну, и вы понимаете, что таким образом он покупает там еще один, два, три банка, и его банк растет. Его банк растет. Понимаете? И таким образом он начинает вот за счет того, что он умеет успешно кредитовать, за счет того, что он знает формулу сложных процентов, за счет того, что он очень быстро оборачивает деньги, он все это прекрасно понимает, вот формулу сложных процентов, у него деньги растут. Вот так. Вы понимаете? И через какое-то время его банк становится очень крупным. Я бы сказал, одним из крупнейших банков он начинает уже, ну все, у него миллиарды, грубо говоря, долларов. Совсем за короткий срок, там 15, максимум 20 лет, он все. Один из крупнейших банкиров, он начинает ездить по заграницам, он понимает, что кредиты брать лучше там, валютные, а здесь их оборачивать. Прекрасно образован, женится на супермодели, вообще все прекрасно. Ну а потом, когда уже совсем ему скучно стало, наверное, он просто берет и продает свой банк и живет себе прекрасно. Вот такая простая история, она целиком выдумана. Если вы, кое-кто может сказать, что кажется мы знаем, кого Юра имел в виду. Ну, знаете и знаете. Но я никого не имел в виду, я никого никак не называл, эта история чисто плод моей фантазии. Кое-кто скажет, что я вообще выдумщик, что это нереально. Ну, бог с вами, значит, считайте, что это нереально. А кое-кто подумает, что может быть в этом есть зерно и какое зерно, и как его можно использовать. Суть вот в чем. Парень сначала начал зарабатывать деньги. Он придумал бизнес-схему, быстро оборачивать деньги на валюте. Потом он придумал, как очень сильно увеличить обороты за счет объемов. А потом, как все это дело масштабировать. И когда он пошел в банк, он брал деньги не в кредит. Да, он платил деньги банку, чтобы у банка была прибыль от этих пунктов обмена. Естественно, ну, можно считать, что это кредит. Но вот такая схема. Человек за буквально 20 лет заработал миллиарды. И это не единственная история. Оставайтесь на моем канале, и в следующий раз я расскажу вам не менее интересную историю. Вот, ну, там-то вы уж точно узнаете того человека, о котором я буду рассказывать. Но, тем не менее, люди, самые богатые, делают состояние на деньгах других людей. На сегодня все. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитров Юрий.